В Сургутской спецшколе начались отставки сотрудников охраны после скандальных заявлений о попытках изнасилования, избиений, вымогательства и пытках воспитанников учреждения. Напомним, информация об этом появилась после обращения родителей этих детей в правоохранительные органы. Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет. Часть фактов, как стало известно сегодня, удалось подтвердить. Впрочем, свой вердикт пока еще не вынесла прокуратура. На сегодняшний день есть ряд дисциплинарных взысканий сотрудникам, которые вынесли. Могу сказать, что вчера четыре сотрудника в службе режиме написали заявление по собственному желанию. Люди уволились сами, потому что устали от тех вопросов, которые им задают, устали от того состояния, которое есть вокруг школы, то есть атмосфера, которая создается. Сегодня еще и написал заявление один из трудовиков. Истязание с пытками и вымогательства следствие подозревает одного из воспитанников спецшколы в совершении этих преступлений. Возбуждено уголовное дело. По версии сыщиков, обвиняемый в прошлом году систематически избивал другого несовершеннолетнего воспитанника учреждения. Подросток наносил сверстнику удары руками, ногами и подручными предметами, а также под угрозой применения насилия заставлял отжиматься. Истязания продолжались и в этом году. В январе обвиняемый, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги потерпевшего горячей водой. В результате у последнего диагностированы ожоги обеих стоп. Кроме этого, установлен и факт вымогательства. Тот же подросток требовал от потерпевшего отдать ему полторы тысячи рублей. В настоящее время обвиняемый задержан. Следователям готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех работников учреждения. Кроме того, будут тщательно проверены доводы родителей и других воспитанников спецшколы, из которых следует, что обвиняемый мог совершать противоправные действия также и в отношении других детей. Кроме того, следственными органами проверяется деятельность должностных лиц. Сейчас в спецшколе обучаются 26 человек. Возраст большинства воспитанников варьируется от 14 до 18 лет. В прошлом году образовательное учреждение покинули 14 человек, а 16 подростков наоборот прибыли. К слову, поступают сюда дети со всей Югры. Ранее спецшкола несколько раз была в центре внимания общественности и правоохранительных органов. Из нее неоднократно воспитанники совершали побеги. В результате было принято решение о смене руководства. Директором стал Андрей Сенин, ранее возглавлявший центр специальной подготовки «Сибирский легион». Также у нас проводится проверка в отношении должностных лиц учреждения, как они влияли на эту ситуацию, как они ее контролировали. И, конечно же, все факты, о которых вы сейчас упоминаете, которые публикуются в средствах массовой информации, в интернете, эти факты мы в настоящий момент тоже проверяем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!